Вот камень до ручки долетел, и стеклопакет был, все машины в стекле бывают, ну вот стеклопакет. Ну не знаю, может еще какие-то повреждения были. Ну и булыжники, машинки, такие вот, в таком характере. В таком состоянии Андрей Щежин обнаружил свою машину, которую оставил под окнами строящегося офисного здания возле жилого комплекса «Москва». Примерно пол первого сегодня, ну видимо ветром с 10 этажа вот вынесло стену, повредил 6-7 машин где-то. Здесь часто люди ходят, тут вот офис. К счастью, из прохожих никто не пострадал, чего не скажешь о транспорте. Владельцы поврежденных машин вызвали участкового и намерены писать заявление. Андрей Щежин оценивает предстоящий ремонт в 60 тысяч. В компании застройщика пока никак не комментируют случившееся, хотя подобное происходит уже не в первый раз. Третий случай, это уже год назад тоже стену, как по словам соседей, уже сносило. И в октябре месяце тоже на соседний этаж тоже так же вынесло стену, тоже похожее было. Вот, ну видимо застройщик ничего не предпринял, так вот и происходит. Сильный порывистый ветер стал причиной целого ряда происшествий по всему городу. Так на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская ураган перевернул остановочный павильон. Я с утра на учебу приехала, то есть утром был ветер, и вот сейчас вышла и смотрю, что остановка перевернутая. Ветер сильнейший. Фотографиями разрушения урагана самарцы активно делятся в соцсетях. Пострадали не только остановки, но и рекламные щиты. Кроме того, по всему городу деревья буквально вырывалось корнями. Так в Кировском районе тяжелые ветки упали на линии электропередач. По адресу Кирова 165 и по улице Вольской рухнувшие стволы уже распилили. Остальные последствия урагана в Самаре начнут ликвидировать со вторника. Пилить деревья, упавшие на машины, будут как только страховые компании зафиксируют ЧП. В ближайшее время поднимут и укрепят все перевернутые остановки, а также рекламные щиты и дорожные знаки. Валерия Макарова, Анастасия Зубарева, Павел Пресняков, Станислав Левин. События.